Включаюсь. Трансляция с утренней молитвы. Аллилуйя. Доброе утро, братья и сестры. Слава Иисусу Христу, навеки слава. Богу, святому слава и хвала. Христос воскрес воистину. Он жив. Он спаситель наш, искупитель наш, искупитель рода человеческого. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя. Благодарю Бога Всемогущего. Спасибо тебе, Господь, за все, за это доброе утро. Благодарю тебя, Господь, за эту трансляцию, возможность выходить в эфир. Боже, благослови, Господь, Киев, благослови сегодня Украину, благослови сегодня Израиль и Иерусалим, благослови сегодня. Благослови, Господь, всех нас по богатой своей милости. Боже, потому что без тебя ничего не можем сделать доброго, хорошего, полезного, святого. Боже, благослови, Господь, всю нашу и страдавшуюся планету, Боже Всемогущий, потому что вся тварь стянает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. Боже Всемогущий, слава тебе и хвала. Слава, 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 слава. Аллилуйя. И из Писаний, друзья, доброе утро, да, кто подключился уже, кто подключается, доброе святое утро. Сегодня уже шесть утра в Киеве, да, седьмой час пошел и включил я трансляцию с утренней молитвы в нашей Киевской архиепископии. Я еще здесь, в Киеве, слава Богу, вот, очень рад этому и благодарю Бога Всемогущего. Такая большая поездка у меня. Вот, большей частью я находился здесь, в Киеве, почти все это время, у себя в церкви, вот, и слава Богу. Молитесь, друзья, тоже прошу ваших святых молитв, вот, о служении, о поездках, о дороге, вот. Вот, да и вообще здесь, о церкви нашей здесь и в Киеве, и во Львове, и в Черкасской области. Кстати, вот воскресенье предстоящее нам даст Бог, отец Виктор будет уже у нас проповедовать, да, с Черкасской области. Поэтому благоставляем и Басивку, и все там села, благоставляем Звенигородку, всю Черкасскую область благоставляем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Это духовное пробуждение, да, распространится по всем областям Украины и за пределами Ея. Аллилуйя. Да, спасибо тебе, Господь, за все благословен ты, Бог наш. Аминь. Да, братья, сестры, и сегодняшним утром место из Писания, из Священной Библии, да, из Евангелия от Луки, хочу прочесть, с первой главы, 37 стих. Так, эти слова, которые вот я и на Фейсбуке уже как раз перед трансляцией опубликовал. Александр пишет, шалом, шалом, Александр, шалом. Аминь. Вот, я написал на Фейсбуке уже, ну, картинку-то поставил даже, картинкой такой. Следующее слово. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Аминь. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Братья, сестры, вчера немного об этом говорил я, днем здесь вот в Киото, парк Киото, прям под окнами у меня здесь вот, это от Черниговской до Лесовой проходит парк Киото. Красивейшее место, вот сейчас в это время года, здесь сакура цветет, вот, и я хожу здесь, молюсь, фотографирую, наслаждаюсь красотами такими. Каждый раз какие-то встречи, такие неожиданные бывают, с верующими разных конфессий, разной деноминацией, слава Богу. Вот, и, друзья, и что интересно, что вспоминая вчера слова, откровения, слова Божьи, слова, вот, именно, ставшие моей ремой, а именно, из Иоанна 11, 25, 16 лет назад, ставшие моей ремой в 2003 году. Слова следующие, я есмь, воскресенье и жизнь, верующий в меня, даже если умрет, оживет, оживет, воскреснет, оживет. Спасибо тебе, Господь. И вот вчера, значит, там в парке молясь, вот я записал короткое видео, там, на лавочке, и как раз сказал о том, что, вот, действительно, так оно и есть. Слово Божье живо и действенно, Светлана, да, Шалом, 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 Братья, Сестры, мир Божий вам. И вот это слово, кто подключился сейчас, провозглашаю из Евангелия от Иоанна, нет, из Луки сейчас, вначале из Луки, 1 глава, 37 стих. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Аминь. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Помните такая песня, ее сейчас тоже поют, но одно время я часто ее слышал, и даже слышал рассказ, значит, как бы свидетельство такое, как эта песня вообще, она, как бы, родилась. Кстати, это одна из первых таких вот протестантских, таких харизматических песен, которые я вот вообще слышал в своей жизни. Да, а чьим словам поверишь ты, я буду верить слову Господа. Бог сказал, я исцелен, Бог сказал, что я прощен, Бог сказал, свободен я, есть победа у меня, аллилуйя, от Христа, аллилуйя, спасибо тебе Господь. Вот, и когда в 96-м году еще, ну, до Юры я оставался еще, там, последние недели традиционным православным священником, настоятелем храма был там в Брянской области. Вот, а фактически я уже умом и сердцем уже был вне этой системы и тяготился всем этим, и уже объявил там начальству своему там, что я буду уходить вообще, буду уходить, оставляю, потому что, ну, уже я не могу во многие вещи верить, в которые я раньше верил. Началась моя реформация, вот, как раз за некоторые там недели до того, вот, и на протяжении там месяца-двух я, полностью такая трансформация происходила, вот, на основании Слова Божьего, перечитывая Писание, вникая в себя, вникая в учение Христова, я просто многие вещи пересмотрел и вернулся к своей первой любви, к основанию, к Иисусу Христу, к Слову Божьему, вот. Вот, и даже тогда сказал я, кстати, что, значит, безопаснее для меня доверять Твоему Слову, потому что слишком много, говорю, вот, ну, так я так рассудил сам собой и с Богом, что, говорю, Господи, вот, ну, слишком много разных учений, разных таких противоречий, вот, ну, в моем христианстве, в православии, в частности, в православии, в котором я пребывал, значит, традиционном, таком, нереформированном. Вот, и, говорю, слишком много разных, там, противоречий таких, взаимоисключающих вещей, которые, ну, просто, ну, не знаю, они не укладывались у меня никак в голове, просто взаимоисключающие вещи. Вот, я даже одно время там порой завидовал там по-хорошему, думаю, этим бабушкам православным обычным, которые особенно не вникают в учения церкви, вот, и особенно ничего не знают, мало интересуются. Они вот просто приходят в храм, свечки ставят, думаю, да, вот, обычные православные граждане. А здесь, когда уже знаешь уже эти истории, знаешь, когда откуда что, то как с этим жить вообще, как с этим прибириться? Потому что в православии, на самом деле, в котором я находился, да, традиционном, там, просто, действительно, ну, взаимоисключающие учения, практики. Допустим, вот, в храме у меня было, значит, изображение Нила Сорского и там, напротив, там, Иосиф Володский. Опять-таки, это прямо противоположные вообще, это взаимоисключающие, не знаю, ну, духовные составляющие. Вот, Нил Сорский был против инквизиции, а Иосиф Володский был, наоборот, как раз за инквизицию, он, как раз, он был идеологом инквизиции. Жили одно, в одно время они жили. Вот, и, значит, ну, друг другу даже отказывали в праве называться христианином-то, собственно, потому что один ожог людей просто за их вероучения, за их взгляды пытал, убивал людей тысячи, там, и тысячи, а другой, наоборот, защищал, заступался за гонимых. Даже не соглашаясь с их учением, с их практикой, но как гонимых, преследуемых верующих, он их укрывал даже у себя в монастырях там. Вот, один, оба святых, оба были канонизированы, значит, традиционной православной церковью. Да, свечки ставили бабушки и тому, и другому, вот, как бы, но как, я же, я же знал их учения, их христианство было совершенно различным, диаметрально противоположным христианством. Одно христианство противоречило другому христианству, одно христианство просто исключало другое христианство, но все это было в церкви православной, ну, и сейчас в традиционном православии, знаете ли, такая религиозная шизофрения продолжается. Вот, и я, конечно, знаете ли, стал поправляться благодаря Библии, стал исцеляться от, знаете ли, этого недуга душевного и духовного. И это очень, выздоровление, возможно, для каждого человека через Слово Божье, Слово Божье действительно живо и действенно, аллилуйя. Вот, и, допустим, вот еще пример, ну, пару иллюстраций таких. Иосиф Володский тот же самый, допустим, он был за, ну, там, не знаю, ну, Цезарь Попизин, да, вот, ярко выраженный, подчиненность Церкви Государству. А, значит, Нил Сорский был, вот, диаметрально противоположен в этом отношении. Он рассуждал так, что Кесарь Кесарева, а Богу Божье, ну, таким, христовой такой позиции держался, такой, знаете ли, такого, христового пути. Вот, Иосиф Володский, он, там, значит, Библию запрещал читать, он даже читал, в своей книге там написал, просветитель, что даже грех простолюдину, как бы, Библию чести. То есть, читать, изучать Писание, простолюдину, значит, то есть, не священнослужителю, даже греху, он считал грехом. Вот, и, ну, что, казнили даже людей, убивали в то время, значит, с его додавления и благословения, как раз именно за чтение Слова Божьего. А Нил Сорский, прямо противоположно, он как раз наоборот, он как раз ратовал за то, чтобы Слово Божье для всех было. Чтобы все читали, не только там на литургии, не только священнослужители, а вообще все читали Божье Слово, познавали его. Да и много, да во всем они противоречили друг другу. Вот, Иосиф Володский, он там выступал за богатую церковь, в том смысле, чтобы за счет обнищания широких масс, как говорится, трудящихся, за счет беспощадной эксплуатации, значит, крепостного крестьянства, рабов, тысячи тысяч рабов. Иосиф Володский настаивал, чтобы в монастырях, при каждом монастыре были тысячи душ, рабов, которые бы обеспечивали сытую и пьяную жизнь монашества. Но Нил Сорский, он был прямой противоположностью, он считал, что монашество это как раз трудящиеся, рабочие люди христианства. И он наоборот, не то чтобы отказывался, да, он отказывался, во-первых, от рабской эксплуатации рабов этих, во-вторых, он наоборот уделял нуждающимся, работая своими руками, и другие братья в его монастырях, они там заволжские старцы, допустим, они сами работали, на огородиках работали, кормили еще нуждающихся, и сами себя пропитывали. То есть, монастыри были на самообеспечении, самофинансировании, и плюс еще кормили голодающих. Вот, значит, и у Иосифа Волоколамского там, значит, все было в золоте, значит, и в лепоте такой, знаете ли, значит, в камнях драгоценных и прочее. Вот, а люди по миру ходили, значит, голодали. Вот, значит, а, значит, Нил Сорский, наоборот, ему привозили, допустим, дарили богатые люди, там, ну, там, допустим, какие-то там золотые сосуды, там, или облачения, он все это приказывал продавать, и раздавать бедным, и кормили голодающих людей, вот, и вкладывали в крестьянские хозяйства деньги. Вот так вот, то есть, получается, это два разных христианства, совершенно диаметрально противоположных, и другие пункты, там еще, там, не знаю, до сотни насчитывают исследователи этих противоречий между вот этими двумя разными, как бы, школами. Два разных православия, одно православное христианство и другое православное христианство, один святой и другой святой. Но, начиная, вот, с 15-го столетия, начало 15-го столетия, к сожалению, эти споры, они были вообще в православии, а уже, значит, ну, в том же 15-м столетии, значит, что произошло? Ну, официально церковь православная в России взяла курс Нила Сорского, ну, его оставили, как-то, да, старец, святой, но взяли курс именно Иосифа Волоколамского, вот так вот. Ну, и, ну, ладно, это я рассказал вам даже небольшой пример из истории, вот, и поэтому, знаете ли, когда после проповеди Эрла Штегина, вот, вернулся я к Слову Божьему, то, что я сказал Всевышнему Богу тогда? Среди прочего, я сказал ему и следующее, что безопаснее для меня доверять Твоему Слову, говорю, слишком много в моей церкви, говорю, вот, православной, в моем христианстве православном, очень много противоречий, противоречий друг другу, противоречат отцы церкви, взаимоисключают просто друг друга, вот, но как спастись вообще, где путь спасения? Я говорю, безопаснее доверять для меня, ну, именно Твоему Слову. И вот место из Писания, которое я вначале озаглавил, ибо у Бога не останется бессильным никакое Слово. Слова человеческие часто пусты бывают, вот, бессодержательны, а слова Божьи, они всегда содержательны, они не пусты, они весомы, они живы, Его слова всегда живы, и они приносят жизнь. Куда звучит Слово Божье, там жизнь. Иисус Лазарю, он сказал, Лазарь, хотя по-человечески, ну, как покойник обращаться вообще? Вот, он же умер уже, все, уже четвертый день уже был после смерти, и никто вам из богословов иудейских-то даже не сказал бы, что возможно воскрешение, уже все, уже невозможно. Только лишь, вот, как верили фарисеи, как верила, вот, и Марфа, и Мария, что в последний день, там, значит, будет, да, воскреснет брат наш. Вот, но Иисус сказал им, этим женщинам, и Марфе, и Марии, что я есим воскресение и жизнь. Я есим воскресение и жизнь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Да, трансляция, надеюсь, идет, у меня что-то здесь зависло. Так, хорошо, и сегодня, друзья, братья и сестры, сегодня совершаем причастие Евхаристию, хлебопреломленье, вот, именно с таким, как раз вот этим словом, я совершаю его сегодня, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Его слова, они живы и действенны. Аллил, все гораст. Да, друзья, и благоставляю вас в этом хлебопреломлении причастия сегодня размышлять. И есть действительно, вот, вчера там, в парке Киото, когда записывал это видео, то я, значит, сказал, значит, что, опять-таки, напомнил, что есть вот разница между эврика, да, греческой эврика и восклицанием этим, и ремой. Вот, значит, и рема действительно это то, что человек принимает от Бога, принимает именно Божье Слово, как откровение. Вот, и сегодня Господь да благоставит нас, и пусть его рема, его вот это откровение, его слово, живое и действенное, оно изменяет все, изменяет жизнь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И образ, таинство этого, он потрясающий. Просто хлеб. У меня, у меня сегодня вот такой лаваш, такой армянский лаваш. Так что, баров дес. Да, армянский хлеб, очень люблю я. Вот, простой, пресный, кстати, он, да, бездрожжевой. Беру хлеб, и у меня, с одной стороны хлеб, есть, да, вот, с другой стороны, вот, есть плод виноградной лозы, виноградный сок, и плод виноградной лозы, и плод земли. Но, благодарю Бога всемогущего, за то, что есть хлеб небесный, хлеб ангельский, и есть хлеб, сошедший с небес, Иисус Христос, сам Господь и Спаситель. И есть великая лоза, небесная лоза, это сам Господь наш. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя за эти прекрасные образы. И Слово Божье, действительно, это для меня, это в первую очередь, в первую самую очередь, это, как и для миллионов-миллионов верующих, это личность. Это не просто даже что-то отдельное, высказанное, да, Богом, а это личность. Это личность самого Господа. Это, вот, как вот даже, даже в миру, даже неверующие люди, да, порой замечают, что есть такие отдельные лица, да, отдельные люди такие, вот, которых даже называют человек-слово, говорят, вот, человек-слово. Когда люди замечают на протяжении, там, каких-то лет, допустим, что, вот, у человека определенного, да, есть такие люди, вот, у которых Слово с делом не расходится, и про таких людей обычно говорят, вот, да, даже в миру, даже о неверующих людях таких говорят, вот он, человек-слово, вот, он действительно, вот, сказал, сделал, вот, и он слов на ветер не бросает. Вот, вот, что говорит, то он и делает. Вот, и это вызывает уважение, даже у людей далеких от религии, далеких от веры, значит, и, знаете ли, вот, но, говоря о Божьем Слове и о Господе, можно сказать, что Бог – это человек-слово, с большой буквы, на самом деле, человек и с большой буквы-слово. Сам Иисус Христос, даже, помните, Пилат воскликнул, помните, ну, там, да, удивительно, удивительно, сей человек, он интересен тем, что Иисус сам, что Он есть Слово, Божье Слово, ставшее человеком. И мудрецы древние говорили христианские, что, вот, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Такое есть высказывание такое, ну, неоднозначное, но очень интересное. И вот, и действительно, Слово стало человеком, чтобы человек стал Словом. Я вот так вот хочу перефразировать сегодня, как раз вот, вот, это древнее изречение вот этих христианских мудрецов. Слово стало человеком, чтобы человек стал Словом. И, я думаю, Божья мечта, как раз, именно, вот, о том, чтобы, вот, человек стал Словом. Интересно, слова у нас, как Майкурский писал, помните, да, до самого важного Они, говорит, ветшают, как платье Но, Слово Божье, оно не ветшает И да, в человеческих устах оно ветшает, Слово Божье И Слово Божье часто в человеческих устах звучит очень пошло Очень искушающе, очень вызывающе, дискредитирующе вообще И, как в словах дьявола, значит, в устах дьявола Слово Божье было пошло очень Когда Иисуса искушал враг, то Сатана говорил Слово Божье, тоже говорил Слово Божье Но в устах Сатаны Слово Божье было пошлятиной Вот, и Иисус ему тоже отвечал словом Да, и тот, и другой говорил Словом Но Иисус говорил Слово Божье Говорил именно будучи сам Словом Понимаете, да? То есть, когда он сам Слово Но дьявол, Сатана не был Словом Он был бессловием Он был потерявшим Слово Он был отпадшим от Слова Вот, он говорил Ну, с большой буквы пустослов, будем так говорить Это дьявол Сатанасом Пустослов Балабол Можно так сказать еще Вот, как вот говорят, да? Вот, человек говорит, язык без костей И говорит, что попало Вот, значит, или говорит, но это не имеет в виду совершенно Вот, и есть даже такие там науки Политтехнологи там используют Ну, журналисты используют такие приемы Очень такие, сатанинские приемы Когда говорят много, но бестолково Не имея ничего в виду конкретного толка Или отвечают, допустим, на вопрос политики Вот, порой смотришь потом интервью И просто, ну, страшно за человека Насколько может человеческое существо деградировать Отпав от слова Потеряв слово Как и падшие ангелы Они потеряли слово Так и человек, потеряв слово, он деградирует Он превращается в бесовскую сущность уже определенную Вот, это страшно, конечно И восстановление человека Это вернуться к слову Бога Который оживотворяет все Который дает жизнь всему Который несет жизнь само в себе И вот в украинской песне в одной Как раз вот я это услышал Мне так очень понравилось Я как пример, как иллюстрацию Часто одно время приводил Даже у себя в церкви, в гостях тоже бывало Приводил рождественскую одна из песен Народных таких, украинских Там звучит такое слово Слово, очеє, слово, очеє взяло нася тіло В темностях земных, в темностях земных сонце засвітило Христос родився, Бог воплотився Ангели співают, царя вітают Поклін відают, пастырі грают Чудо-чудо повідают Аллилуйя И действительно, в небольших словах таких В простых народных словах Глубина богословия Которой, ну, большинство даже богословов И, знаете ли, и не снилось Слава Иисусу И потому что действительно Вот в этих простых словах народной песни Глубинный смысл просто потрясает Слово Отца стало плотью В темноте земли В темностях земли Воссияло солнце Христос родился И это Слово Отца, Слово Бога, ставшее человеком Это великое таинство Великая тайна свершилась, друзья, братья и сестры Слово стало человеком Чтобы человек стал словом Вот я хочу сегодняшним вот этим утром Именно вот так вот вопрос поставить И перефразировать хочу Слова Напоминаю, кто подключился сейчас Что мудрецы христианские древние говорили Бог стал человеком Чтобы человек стал Богом Вот, я хочу сегодня перефразировать Немного по-другому Слово стало человеком Чтобы человек стал словом Словом Божьим Потому что изначально Тогда В те далекие времена 5779 с половиной лет тому назад Когда Бог сотворил наших пращуров Наших праотцов Когда Бог создал Праматерь нашу, Еву Праотца нашего, Адама Создав их, благословил их Слава Богу Да Вопрос Роман пишет Да, здесь Не встречал Библии нигде Слова о том, что ангелы поют Ведь везде они словословят Но Словословие это есть Пение Высшая степень пения Пение Слово Божье Провозглашается Словословие Это как хорошая песня есть Ангелы в небе Господа славят Слава на стол Богу поют Богу поют Вечная слава Вечная слава Вечная слава Слава Христу Слава Христу Вечная слава Вечная слава Вечная слава Слава Христу Аллилуйя, здесь на земле людей Церковь томится, к небу стремится Я не помню всех слов, но очень хорошая песня такая И сегодня вместе с ангелами молимся И поем Господу, славословим Господа Славословим Творца Спасибо тебе Господь, спасибо И у меня хлеб простой, армянский, пресный хлеб Но молюсь сегодня о хлебе жизни Благодарю Бога за хлеб жизни Благодарю тебя Господь Армянский хлеб я люблю еще, знаете почему еще? Я в Армении только один раз был Я там братьям рассказывал об этом Они заинтересовались, им это как-то понравилось Я был у Арама Азатряна в гостях И там собрались священнослужители Разные, разных конфессий там общались И я, значит, брат Самвел был там как раз Там еще другие братья были интересные, очень служители такие Вот, и я сказал, что, а как раз там они там шашлыки заказали всякие Вот там сделали там мясо, ну, кавказской кухни зелени всякой, много было мяса И вот хлеб, у них армянский хлеб их лежал И я там один лаваш там, они прям с тандыра, с тандыра там прям горячие лаваши эти приносили И один так вот распростер Ну, здесь не совсем получится, наверное, потому что это немного другой А там, когда с тандыра прям, он такой прям, такой, ну, как бы овальной формы, что ли, можно выразиться Так вот, слегка закругленный И я так его свернул, как Тору сворачивает И потом так показал, развернул, и говорю, смотрите, для меня этот хлеб, он напоминание о слове О записанном слове Похоже очень на то, на чем мы пишем слово, слова пишем Вот, и говорю, вот для меня это как слово Божье И я написал даже, взял, значит, прям написал на этом хлебе Вот, и, ну, что там было у меня там, там, паста, соус, там, значит, там, написал слово И, значит, и говорю, вот, смотрите, для меня это как хлеб, ассоциация со словом Божьим И, слава Богу, за армянский хлеб, который похож на вот это, то, на чем мы пишем слово И пусть наши сердца будут этим словом, этим хлебом, на котором записано слово Божье Вот, спасибо Господу за все Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли, аминь Благословен Бог наш, Царь вселенной, давший нам плод виноградной лозы, аминь Благодарю тебя, Господь, за хлеб небесный наш За Иисуса Христа, праведника Благодарю тебя за лозу небесную О, великий виноградарь, благослови нас сегодня, благослови нас сейчас В этом хлебопреломлении Слава тебе Кровью Иисуса Христа я спасен, я верю Слову Твоему, Господь Чьим словам я буду верить, кому мне доверять В христианстве противоречие на противоречии, в любой религии полно противоречий В человеческом роде одно противоречие сплошное Но в тебе истина, в тебе жизнь, в тебе нет противоречия Ты есть любовь, потому что любовь это ты И ты есть любовь Спасибо тебе, Господь Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Великое Евангелие Царства Божьего Спасибо тебе, Господь Тело Христа Аминь Кровь Христа Иисуса Спасибо тебе, Господь, спасибо Благоставляю Армению Благоставляю Кавказ Молюсь О поездке, предстоящей только на Кавказ Даст Бог и в Армении, снова побываю В Грузии собираюсь Молюсь за церковь Нашу там в Руставе В Цараване Вот И даст Бог уже и в Тбилиси В этом году Спасибо тебе, Господь Спасибо Тело Христово приимите И источника бессмертного вкусите Аминь Аминь Слава тебе, Боже наш Слава тебе Благодарю тебя, Господь За чудо Жизни вечной Благодарю тебя, мой Бог За жизнь И жизнь с избытком Слово Ставшее человеком Боже Человек Становится словом Твоим словом Спасибо тебе, Господь Спасибо Спасибо Пусть дети твои Сыны и дочери твои Все твои дети Будут Словом Человеком Слова Боже Всемогущий Благостави народ свой Благостави, Господь Во имя Иисуса Христа Спасибо тебе за все Благодарю тебя И благоставляю Великое имя твое Благоставляю твои детей Сегодня Этим утром Добрым утром Благоставляю Твоим благословением Твоим словом Которое ты дал Господь Моше Моисею Тот передал Аарону И его сыновьям И этими словами Стали с тех пор Благоставлять Сынов Израиля И сегодня Боже Твое Это благословение Распространяется На весь человеческий род Через Ишуа Машиаха Через Иисуса Христа Который есть свет К просвещению Всех народов Всех Всех народов И славой Народа Своего Израиля Является Благодарю тебя Господь Благодарю Аминь Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аллилуйя Спасибо тебе Господь Спасибо 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 Благодарю тебя Господь За то что Слово твое Оно стало Человеком Чтобы человек Стал Словом Спасибо Спасибо Господь За братьев Моих сестер Аминь Всех Причастников Причастниц Как говорят Поздравляю С причащением Святых Христовых Таин Тела и крови Иисуса Христа Вот Причащайтесь Его всегда Когда есть возможность И вот Физически Таким образом Причащайтесь Наливайте себе Соку Возьмите себе Хлебушка Или просто хлеб и воду Рассуждайте О теле и крови Христа Вот А причащайтесь Его Всегда Непрестанно Погружаясь В Него Размышляя О Нем Потому что Причастие Совершается Не просто Нашим ртом Жлудком Нет Совершается Здесь И здесь Совершается В уме Нашем И в сердце Нашем В душе Нашей Нашим Рассуждением О теле и крови Господа Иисуса Христа Когда Человек Он Возвышается Возносится Как в литургии Поется Горе Имеем Сердца И хор Поет Имамы Ко Господу Горе Имеем Сердца Горе То есть О горнем О горнем Помышляйте Это слово Забытое Во многом В русском Оно и не употребляется Уже Но вот это Горнее Горе Имеем Сердца То есть Высь Вот это В горние высоты В эти Имеем Сердца Вот И это И есть Наши Причастия Евхаристия Рассуждение О теле и крови Иисуса Христа О его победе О его Жизни Он есть В воскресении И жизнь И жизнь И то с чего Начал Я этим Хочу завершить Сегодняшний эфир Утренний Первый мая Сегодня Да кстати Да Вот Завершить словами Такими Что У Бога Не останется Бессильным Никакое Слово Аминь Да друзья Сегодня вечером Кстати Начинается И завтра Днем В Израиле И не только В Израиле Вот и у нас Мы делаем Каждый раз Такое воспоминание День памяти Жертв Вот Войн Израильских И значит И Трагедий Вот Израиля Значит И А 9 мая В этом году Мы будем праздновать У нас двойной праздник В этом году 9 мая С одной стороны Это в календаре Нашей церкви Обозначено Как день победы Православного Обновленчества Потому что 9 мая 1923 года Завершился собор Православный Обновленческий В Москве Который как раз И заявил О победе Православного Обновленчества Взят был курс На реформацию На реформаторство Вот И хотя Тогда не состоялось Дальнейшее К сожалению Действие Это реформаторское Потому что Впоследствии В конце 20-х Начало 30-х Начались депрессии И фактически Весь опыт Обновленчества 20-х годов Был Ну истребляем Истреблен фактически Вот Но сегодня По милости Господней Мы продолжаем Поэтому в календаре Нашей церкви Ну Этот день Обозначен 9 мая Как день победы Православного Обновленчества Вот А с другой С другой стороны В этом году 9 мая Еще второй праздник У нас Это День независимости Израиля Вот Поэтому Пусть Бог Благословит Всех вас Готовимся К 9 мая И вот такой Двойной праздник Мы будем праздновать Отмечать С одной стороны День победы Православного Обновленчества С другой стороны День независимости Израиля Пусть Бог Благословит Вас всех Дорогие друзья А по поводу Второй мировой войны Молимся Чтобы это Зло Никогда не повторилось Больше Вот О войне Не парады победы Нужны Майданы Нам нужны Молитвенные майданы Молитвенные парады Нужны Марша Иисуса Но Не парада победы Вот Слава Богу Пусть Господь Благословит Всех вас Дорогие друзья Поэтому Молимся О примирении народов Молимся о том Чтобы Действительно Люди все Независимо От национальности Их Языка Наречи Расы Религии Чтобы Действительно Жили мирно Примирялись Потому что Бог Он Действительно Есть любовь Слава Богу Пусть Господь Благословит Всех вас Дорогие друзья Благословляю Да благословит Господь Израиль Благословен Иерусалим Аминь Аминь Благословляем Иерусалим Благословляем Израиль Аллилуйя 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 Аминь Аминь Благословляю Всех вас Братья Сестры Вот Я не знаю Получится ли Завтра С утра Включиться Если поеду Сегодня То нет Это не получится Того же Через раз Молитесь Прошу ваших молитв Вот О дороге О транспортном средстве Потому что Нужен автомобиль С украинскими номерами С российскими номерами Вот Потому что Для труда И в России И в Украине Нужен автомобиль Одним словом Вот И не один уже Нужно два как минимум Вот Потому что И здесь В Украине Можете связаться С нашим благочином Вот Значит Отцом Алексеем Вот Или же пишите мне Непосредственно По этому поводу Вот Потому что Сейчас В связи с войной Продолжающиеся Уже пять лет Уже Вот Все становится Еще более сложным И По Блаблакар Все меньше и меньше Попутчиков Из города в город Я вижу Ну в смысле Из Украины В Россию И обратно Вот Поэтому Значит Нужно как-то Вот Нужно транспортное средство Одним словом Хорошо Пусть Бог благословит Всех вас Братья и сестры Шалом Мир Всем вам И благодать Аллилуйя Ах